Доброе утро Да, к счастью, там по-прежнему будет Павел Прилучный, который играет Игоря Соколовского Хотя ходят слухи, Павел, что Игорь-то уже не тот, что он уже, значит, осел, остепенился, что он уже остепенился, да? Правда ли это, что вот он уже не тот мажор, что был в первом сезоне? Да нет, тот же, да, да тоже Да все то же самое, ребят, вообще повтор один в один первого сезона, да я шучу Естественно, все будет совершенно по-другому Будет сезон, так сказать, закручен Во-первых, это не 12 серий, а 16 Не знаю, можно было говорить эту информацию Написано уже, я это читал, так что можно, Павел, все в порядке 16, вот Что, возможно, очень порадует наших телезрителей А, возможно, и нет Скажут, бля, 12 серия, все вроде, а тут еще 4, так? Ну, одно могу сказать, что финал будет прям даже для меня удивителен Потому что снимали одно, а в итоге смонтировали совершенно по-другому Не сказать, что это плохо, это очень интересно и неожиданно Если можно, не исходя из спойлеров, как-то вот так вот рассказать То, наверное, неожиданно и интересно, это единственное, что я могу сказать Возникает вопрос Вот она, магия кино Магия кино, да? Да Паш, возникает вопрос Скажи, пожалуйста, будет открытый конец или вполне понятный? Точка будет такая жирная Жирная точка Очень жирная точка Да, я думаю, что дальше уже нет смысла снимать Я бы, конечно, с удовольствием еще снялся в четвертом сезоне и заработал денег Но неважно Но вообще Хабенский с методом тоже думал, что уже жирная точка, куда уж там застрелили, все А нет, ты понимаешь А Борис Акунин сколько раз стреляли Фандорину просто в упор В голову, в голову стреляли Фандорину, а выжил, да Слушайте, ну вообще Мажор это один из самых рейтинговых сериалов Ну, российских сериалов, да Там оценки на кинопоиске 8,5 почти Это очень много для сериала Рейтинг ожиданий третьего сезона 97% То есть это, ну реально очень много для наших кинофорумов Скажите, пожалуйста, Паш Я так понимаю, что завязка будет связана с желанием Игоря, то есть не твоего персонажа Отомстить за свои потери Вот гениальная цитата там приведена на одном из форумов В поисках преступника Мажор окажется у черты Но останутся ли у него законные средства, чтобы наказать убийство? Паш, останутся ли законные средства? Мне всегда очень интересно, кто пишет вот эти вот вещи Ну это гениально, согласись, что это просто Мне прям очень интересно Это они берут Донцова, что ли, и садятся с ней вместе и говорят Слушай, ну давай что-нибудь эдакое за бубенька И анонс такой Я не понимаю, честно говоря, кто это делает Но это немало радует и взгляд телезрителей, и наш Я честно говоря скажу, что человек в третьем сезоне Мажор совершенно меняется Если он во втором сезоне превращался Мы делали превращение в мужчину, да, из мальчика То третий сезон это полная разруха, да, человека Который свою жизнь разломал, грубо говоря, свою жизнь И жизнь своих любимых И у него никого не осталось И он пытается как-то заново собраться Ну вот, это такой немножко роковый сезон Потому что там ел алкоголь И он меняет машину на мотоцикл То есть мой герой, он... Совсем отчаяннее, если машина на мотоцикл Ну то есть зимой в Питере машина Прямо на съемках Да, и это было очень непросто, конечно Ладно, холодно, но скользко, ребят Я ради этого специально учился ездить на мотоцикле Ради этого проекта Права дали, выдали, что права Права не выдали Потому что не заехал в ВОПС Парковки или город Я не учился, чтобы сдавать Я учился именно экстремальному вождению Ну то есть начиная там с АЗОВ Там, да, заканчивать У меня были последние уже уроки Это экстремальное вождение Как поднять его там на заднее колесо Там и все остальное То есть ты без дублера прям в кадре? Ну какие-то вещи, да Там последний прыжок Единственное, которое я делал с дублером Это прыжок Мы делали прыжок с парома Он разгонялся Ну понятно За два месяца не научишься Да Ну и как-то ссыкотно Вот все-таки Вот и прозвучало это слово на авторанью Ура, Павел, спасибо Пожалуйста, ребят Я всегда рад Сделать вам эфир Павел, ты же теперь серьезный человек Ты не только актер Ты вот, собственно говоря, и продюсер Сериал «В клетке», да В котором сыграл И ты в том числе сыграл в главной роли Да и супруга Агата Муциньеца И Владимир Епифанцев Сюжет В Калининград Одновременно возвращается Отец и сын Евдокимов И Сергей по прозвищу «Волчок» Вышел после семи лет тюрьмы 2-2-8, все как мы не любим Вот, Алексей Евдокимов сбежал в родной город От проблем в Москве Ты, я так понимаю, вышел? Или ты сбежал? Нет, я вышел А сбежал Епифанцев? Сбежал Епифанцев? Нет, ему Епифанцев сбежал из Москвы Мы играем про спорт бойца ММА Который уехал в Москву Из маленького города У него что-то начало получаться Потом он сильно оступился И приехал назад в город Но его жена уже спилась Она уже не та Сын, с которыми у него был раньше клуб в этом городе Один в себе замкнулся И у него появилась некая болезнь Там он немножко аутизм Аутизм, да А второй сын посадили в тюрьму за 2-2-8 Мы все это дело еще привязали к Библии Вот И очень много параллелей простроили Просто у нас каждый кадр Это некая картина из Библии То есть мы берем То есть у нас только серьезно Ну да, мы прямо решили параллели провести Чтобы это было не просто кино А чтобы каждый человек По доле своего воспитания И своего образования Находил что-то себе интересное в этом проекте Вот кто-то увидит просто Голые сиськи там, понимаете И наркотики А кто-то увидит из этого К чему это все ведет Наша была задача такая Я желаю, чтобы это была история для всех зрителей Да, для каждого поколения Когда выход на экран? То есть когда мы дождемся? Я думаю, что в следующем году В следующем году уже Понятно Ну давайте Татьяну Воронцову присоединим Я не потому, что до этого говорили о голой груди Не боюсь Просто она всегда к нам приходит 9.30 Ну здравствуй Татьяна Татьяна Воронцова появляется в студии Танечка, доброе утро Друзья, доброе утро Павел, здравствуйте Очень приятно, что вы снимаете пиджак Как раз поговорим Да, пришла поговорить о фильмах категории 18+, Потому что не всегда понятно, да Где ставить это возрастное ограничение? К счастью, и на этот ответ есть вопрос Это сейчас хорошо было Прямо ставим Танечка, продолжай Прямо на этот ответ есть вопрос Вы знаете, у меня на многие ответы есть вопросы Как давно вы держали в руках журнал «Наука и жизнь»? Что еще раз Как давно вы держали в руках журнал «Наука и жизнь»? Павел, я иногда помогаю Тане Ну было давненько, я хочу вам сказать К счастью, я держу его за вас всегда под подушкой Дело в том, что в свежем выпуске Описан интересный киноопыт ученых И я сейчас не о том киноопыте и гранте Которые получили трое ученых от сайта Порнхаба Нет Друзья, просто чтобы вы понимали Реальная новость 25 тысяч долларов Получили трое ученых Для того, чтобы исследовать влияние фильмов для взрослых На психику На человеческую психику Но мы сейчас о людях Из химического института общества Макса Планка А, так и о них Вот и о них, конечно Общество Макса Барских Неожиданно было Общество Макса Пэйна Любое назови, мы поверим в любую версию Послушайте, Макс Планк Вообще-то обладатель Нобелевской премии по физике И что, а Макс Пэйна Офигенная игрушка Вообще на прохождении Там замедлено в действии Видела, как стрижает? Паш-то играл в Макса Пэйна? Каждый третий играл Как бы то ни было Кто знает Макса Бланка Конечно Макса Бланка Давайте о Макс Пэйне поговорим В чем проблема? Так вот Знаете, что предлагают делать химики? Почему? Они предлагают определять рейтинг фильма По запаху в кинотеатре Типа если людей тошнит, пахнет То это значит плохой фильм? Нет, смотрите Внимание, было 135 кинопоказов 13 тысяч человек И специальный прибор вентиляции Который измерял уровень испарения Каждые 30 секунд Брались пробы воздуха Для того, чтобы Измерять различные летучие органические вещества Дело в том, что Ну, не надо смеяться Словом, летучие органические вещества Ты просто понимаешь, Таня Мы сейчас в глазах Павла Перестали быть нормальными, серьезными мужиками Из-за тебя Павел вообще единственный Кто здесь держится Спасибо вам, Павел Вы просто спасаете Он просто о чем-то другом думает Уже минуты две Это такое вещество изопрен Возможно, кому-то он известен Как один из продуктов нефтепереработки Ну, может быть, мало ли Наверняка Вдруг случайно Павел, это вы Но также он образуется в нашем организме И выходит наружу Там, через кожу Когда наши мышцы работают Ну, в общем Ну, понятно, да Различными Естественными способами Так вот Когда мы нервничаем Мы Что начинаем делать Обычно в кинотеатре Когда мы смотрим страшный фильм Или, например, он нам не очень нравится Мы начинаем ерзать Целовать женщину справа Хорошо, если справа женщина Но Мы начинаем ерзать на кресле Мы начинаем хвататься за подлокотники За людей вокруг И вот это все И выделяем очень много разных Я сейчас свой поход в кино описала Просто Если предлагаю мечущуюся Воронцову Представляю Вернее, в кресле в таком Да И Есть какой-то логический конец Просто у этого выпуска Да Давай, давай И вы знаете Чем более напряженный И страшный фильм Тем больше Вот этого всего Люди выделяют И, соответственно Ученые Предлагают Химическим способом Определять Понимаете Рейтинг фильма Куда детей можно А куда нельзя Мне кажется В этом выпуске Нет никакой морали Просто Ходите в кино Танечка Воронцова Спасибо Спасибо Ой Зачем я это сделал Друзья Продолжаем движение Павел Прилучный у нас в гостях Павел, еще раз Доброе утро Доброе Мы уже начали обсуждать И сериал «Мажор» Который вот-вот появится На первом канале И сериал «В клетке» Где Павел выступил Не только актером Исполняющим главную роль Но и сопродюсером Этого самого сериала И вот что возникает Какой вопрос Мы видим Ты увлекаешься В принципе ММА Следишь как минимум Внимательно Да То есть фотографии Выкладываешь с бойцами Вот с Индиевым Да Футболку с Хабибом Нурмагомедовым И так далее Кто тренировал тебя Расскажи пожалуйста Для того чтобы Ты разбирался И может быть даже В кадре Дрался В клетке Хотя ты там не дерешься Да сам в клетке Дерусь Дерешься тоже Дерусь да У нас у меня три боя Ребята у нас есть каскадеры Профессиональные люди Как бы Которые ожесточенно дерутся В кадре Ну да И они собственно Нас и тренируют И я хожу В клуб Ну там рядом со мной Три раза в неделю Разные виды спорта Где-то вольная борьба Кейкбоксинг Ну и растяжка И все вот это То есть ты в принципе На спорте Да такой парень Да Мы с ними Оттачиваем какие-то вещи Чтобы это смотрелось Профессионально Потому что все равно Мы бьемся за правду И все практически у нас бои Они будут идти в полконтакта Слушайте, ну мы начали вообще диалог С того, что в ноябре На экраны выходит Третий сезон Фильма Мажор Сериала Мажор Где Павел Прилучин Сыграл главную роль По-прежнему Уже третий сезон А все Павел да Павел Павел да Павел Паш, мы хотим провести Небольшой тест на Мажора Так Вообще Ну Все меняется Все меняется Меняются цены Меняются обстоятельства Вокруг нас Но Как хорошо ты вообще разбираешься Вот в ценах И в том, что происходит В мире И в частности в нашей стране Итак, тест на Мажоры Для Павла Прилучного Павел, сколько стоит Простой Бородинский хлеб? 90 рублей 30 рублей Сколько стоит она Поездка в московском метро? 25 55 55 55 Подождите Подождите Паш, давай попроще Что такое МЦК? Московская центральная коммуналка МЦК Московское центральное кольцо Это железная дорога Конечно, Паша знал Он просто шутит Шутит, конечно А вот скажи Где дешевле проезд В троллейбусе или в трамвае? Вы издеваетесь сейчас, да? Дешевле в троллейбусе должен быть Паша, одинаково Да? Одинаково Давай так Ты должен это знать Сколько стоит хлопковая футболка Баленсиага Из последней коллекции С принтом на груди? Баленсиага Это что? Вот, спасибо Вот, молодец Пашка, свой мужик Потому что эта зараза стоит 37 тысяч рублей Да Чего из перечисленного нет в Москве? Жулебино, Ховрино, Балабаново, Хорошово-Мневники Какого района не существует? Думаете, что я так хорошо знаю Москву? Скажешь, что Жулебино Я расплачу, Паша Чтоб ты понимал Слушай, это самое последнее Хорошово-Мневники? Я вот такой не слышал Мневники есть, я знаю Но Хорошово-Мневники Это все одно Да? И Хорошово тоже есть Балабаново нет Балабаново нет Ну и ладно Давай два последних вопроса И все Какой модели автомобиля Лада не существует? Значит, X-Ray, Гранта, Ларгус или Ухта? Ухта Ухта, красавец, да Правильно, они существуют И, наконец, какую сумму составляет прожиточный минимум в России? 15 тысяч рублей 10 тысяч 451 рублей Да? Да Паш, спасибо, что пришел Спасибо вам, спасибо, что пригласил Пока Пока